На каком основании ведется коттеджная застройка в охранной зоне музея-заповедника Константинова? Ответ на этот вопрос уже в ближайшее время должна дать специально созданная комиссия. Губернатор Олег Ковалев сегодня побывал в Рыбновском районе, где провел рабочее совещание с членами правительства области. Напомню, на встрече с президентом страны Владимиром Путином главе региона было поручено принять все необходимые меры, чтобы защитить Есенинские места от незаконной застройки. Какие решения были приняты сегодня, расскажет Юлия Ларина. Охраняемая зона без границ и документов. Вопрос о том, каким будет Есенинский заповедник, сегодня решали на региональном уровне. Рабочая поездка губернатора Рязанской области начинается там, где в свое время завязался юридический коллапс. Гидроузел Кузьминск, которому сегодня насчитывается 100 лет, вошел в федеральную целевую программу по развитию транспортных систем страны. Чтобы провести масштабную реконструкцию стратегического объекта, потребовался новый проект охранной зоны Константинова. Чертили новые границы торопясь, поэтому проекта так и нет, а рубежи определены. Теперь, чтобы разобраться, кто где и на чем строил заповедную зону, ждет тотальная инвентаризация. В рамках действующего закона определить охранную зону самого музея, определить достопримечательное место, в которое включаются охранные зоны тех достопримечательных мест, которые так или иначе связаны непосредственно с Сергеем Есениным. Значит, связать это в единый комплекс через достопримечательное место, определить зоны, запрещенные для строительства или крайне затрудненные. И определить регламенты, которые бы регулировали застройку по всей территории, по всем этим населенным пунктам. По словам губернатора, главная задача сегодня провести тщательный учет, пересчитать всю недвижимость и земли, проверить регистрационные документы и их законность, определить, где и что можно строить, реконструировать, ремонтировать. А пока в Рыбновском районе будут считать, в архитектуре региона должны разработать требования для основы регламента о застройке территории. Сроки глава региона определил жесткие, и причина на то есть. Пока сохраняется юридическая путаница, на охраняемой территории идет строительство. Возникают поселки, вот типа едешь, там вся зона уже переведена. Она, между прочим, тоже в охранной зоне. Кто там, Калашникова строит, да? Надо разобраться. Когда и кто, и как переводил, значит, приоритализировать все это. Сегодня на территории охраняемой зоны проживает 8 тысяч человек. И, как отметил глава региона, про это забывать нельзя. Поэтому задача максимум защитить заповедную зону и учесть интересы каждого живущего на этой территории человека. Юлия Ларина, Валерий Чикин, Вести, Рязань.